С начала этого года в реанимационное отделение Центральной районной больницы в состоянии алкогольной комы поступили 15 человек. Многих из них врачи просто вернули с того света. С учетом температуры воздуха за окном такие случаи участились. Граждане, находящиеся в состоянии сильного алкогольного пьянения, находясь на открытом воздухе под лучами солнца, подвергают свою жизнь и здоровью большой опасности. В следствии с того, что нарушаются процессы микроциркуляции, нарушается процесс дыхания, работы сердца и под воздействием прямого солнечного света, особенно в летний период времени, во время высоких температур воздуха происходит быстрый процесс нарушения теплообмена терморегуляции и развиваются процессы, называемые как тепловой удар и солнечный удар. То есть в жару, когда потеря воды организмом резко усиливается, алкоголь не устраняет жажду, а только ее усиливает. Это ускоряет развитие обезвоживания и перегрева организма. Употребление в жару водоема спиртосодержащих напитков в разы повышает вероятность того, что праздник лета обернется страшной трагедией. В летний период времени употребление алкоголя, особенно рядом с открытыми водоемами, чревато тем, что люди подвергают себе опасности в плане утопления, получения травм, в том числе несовместимых с жизнью. И в отделение реанимации они поступают по скорой помощи в очень тяжелом состоянии, в состоянии алкогольной коммы. Алкоголизм приводит к прогрессирующей деградации личности и характерным поражениям внутренних органов, уверены медики. Это не только физическая зависимость человека от приема напитков, содержащих этанол, но и психическая. Человек служивает в круг интересов, то есть ему не надо же ничего, но в голове интерес остается только алкоголь. То есть чем больше пьет, тем меньше интересов на все остальное. Это не значит, что он полностью забыл о семье. Но диапазон гораздо шире, то есть он уже любой повод используют для того, чтобы выпить. Свадьба, Кристина, плохое настроение, выходной, отпуск, на работе достали, оправдание для того, чтобы выпить. А первопричина, в чем из этого, это все равно надо разговариваться с психологом, в общем, с человеком надо общаться. Бытовая неустроенность, сложности в профессиональной сфере личной жизни, пьющее окружение, депрессия и другие расстройства личности влияют на развитие алкоголизма. И тут без помощи команды профессионалов не обойтись. Нам обращаются, как правило, уже в терминальной стадии, когда вот идут конечные цели. Нам бы закодироваться. Кодирование подразумевает под собой запрет на употребление алкоголя. Первоначальную причину не обрана. Человек начинает выпивать не просто так, не на ровном месте. То есть надо убирать причину, почему начинает. Кодирование или запрет на введение алкоголя – это привыкание к человеку новым условиям жизни. Не так-то это просто. Человека надо к этому подготовить, а не просто так пришел и увидел победе. Существует анонимный прием, но не существует, он есть. То есть человек может обратиться сюда, не называя фамилии, адрес, обратиться, обратиться в свои проблемы. Очевидно, что и в жару, и в холод злоупотребление спиртосодержащими напитками наносит организму колоссальный вред. Так что получить анонимную помощь при алкоголизме можно и нужно. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.